Здравствуйте, это Снегирёв пишет. А ещё, погодите, про пылитель. Пылитель не знаю. У меня принцип один. Садим больше, и урожая будет больше. Через месяц-два, если не случится какой-нибудь катастрофы, вы посмотрите на мой урожай, и вы скажете, Нихий Снегирёв, здравствуйте, подскажите, когда лучше пересадить садин с одно место на другое? Лучшее место на второй год весною, но как можно раньше. И заранее приготовленный холм, он раньше, а это самое. И как только возможность появится, оттал на штык лопаты, пересаживайте. Потому что ему надо прижиться, да ещё вызреть до осени, на новом месте. Вот, осенью устойчивая такая. Мы садим сибирьки осенью сотнями, мальчужки-абрикосы сотнями, китайки сотнями, имеется в виду долетние саженцы. Груши, это, они полу-дикие, полу-культурные, они устойчивые и не опасные. Весной они живые, приливаешь. Осенью-то прижились, а весной уже можно привить. Но это по двое. А что касается уже привитых саженцев, год исполнился. Вот, осенью. Есть опасность, что он, который не понимает тех, кто учит летним осенним обрезком. Просыпается дерево. Пересаженное, я показывал пример, пусть у меня их не много, но было. Может проснуться, а потом посадили его. А осень теплая. Он взял, думаю, что это весна, и у вас пошел после пересадки. Почки набухли. Я не говорю, что обязательно проснутся, зацветут. Но почки набухли даже невидимы для нас. А морозовскую за не 40, а 30. Я все считаю, что деревья нам будет намного более морозостойчивее. Не калечьте вы их. Я не говорю, что я такой герой, что у меня 40 градусов, только из-за меня. Я просто перестал калечить уже по несколько градусов прибавка. Даже к официальным цифрам, даже к цифрам, которые в справочнике, уже больше. Теперь дальше поехали. Так. А, с косточки, ну так это самое. В этой же весной ни в коем случае. Я знаю отдельный случай, это вы спрашиваете, пересадить место на другое. Почему год спустя? Казалось бы, он вылез, и тут же быстрее пересадил его. У вас очень много случаев гибели. Настолько это опасно. Вот этот вот жалкий росточек. Не советую. Ждите до следующей весны. А у меня, пишет Елена Гусева, сеянница цварога. Привет, груши космическая. На другой такой же сеяннице. Гигант под Москвой. Ух ты. Тоже снизу есть пара ветчек, ниже привет. Всем по 10 сантиметров. Оставляете или нет? Это уже зависит от вашего характера. Вы знаете, что такое коктейль? Кто-то говорит, у меня был один родственник, он приходил ко мне в гости. Я очень уважал. Я ставлю мутылку на стол, он наливает полную граню на 250 грамм. Попивает, говорит, все, я теперь весь вечер пить не буду. Я освою ноты. А кто-то любит коктейли. Так вот, хотите коктейль? Потому что вот эта пара веточек, у вас сварог. Он на молодом дереве в жару дает прекрасные побеги, молодое дерево. И пусть оно даже имеет некую горчинку, но и едят его. Но у меня сварог однажды 12 ведер купили по 200 рублей. Прошло много лет, я до сих пор помню. Приехали, скажу, это. А они лежат, я их тогда не продавал семена, вот как вам. Они лежат и все. А дерево дает такие урожаи сумасшедшие. Попробовали, говорят, купить можно, да ради бога. Ищи заплатили. 200 рублей за каждый 12 ведер. Нормально? В этом яркий пример. Ящик прибыли, а так бы просто бы сгнили. А здесь получается так. Космическая, сладчайшая. Гигант под Москвой. Мало того, что вот такой. Так он еще и сладкий. Повлияет на подвой. А у вас сварог подвой. Может да, может нет. Вы знаете, насколько косточками легко поддаются рецитинговизации? Одно, не понимаю, почему начали считать, что ее не существует. По двум причинам. Я считаю, первое, семечко культуры трудно поддаются рецитинговизации. То, что вы делаете, во что получается, если оставить поросль по двой, то только ради того, чтобы он взял, он немножко и поможет корни кормить, само собой. Вот. А может быть он улучшится от привая. Он станет вкуснее. И вы можете, но вы не новый сорт, но он сам, сам сварог, ваш сенис, у него и папа есть. Вы же знаете, груша в основном перекрестопыляемая. Значит, у него папа есть. Вероятность очень высокая. Он уже должен быть вкуснее сварога. Крупнее, слаще. Уже должен быть, раз это гибрид. Ваш сенис, это 90% гибрид. А вы еще космическую сладкую на него привели. А вы еще гибридную сладкую. Конечно, ну, с одного раза. Догадались? Конечно, оставить надо. Конечно, оставить. Вот. Но, чтобы он не давлял над этим, над привитыми, над космическое, над гигантом. Гигант, ну, оставить пятую, десятую часть. Пусть он скромненько сбоку. Дождетесь по отношению. А потом окажется, а ваш сварог-то не хуже космической. И вы зря его угнетали, не давали обогнать. Но, еще раз говорю, коктейли любите? Не все же любят, а, допустим, водку. Ну, кто-то кока-колой разбавит уже. Ну, я уже выбрал такой пример житейский, извините. Я сам-то коктейли ни разу в жизни не пробовал и не заказывал. Так. Анжелика. Здравствуйте. Взошли не коктейли абрикосов, которые в... Так. Которые осенью заказывала у вас. Надо ли укрывать? Молодники садятся осенью и ничего не делать. Ну, если уж в Белоруссии укрывать, то все, я увольняюсь. Все, все. Я все. Сейчас отключу компьютер, больше меня не выйдет. Если уж в Белоруссии супер-морозостойкие абрикосы укрывать, то, ну, черт, они вообще нужны. Вот. Во-первых, они никогда не замерзнут. Я у себя посадил косточки. Ну, наконец-то я посадил. У меня есть незаконно рожденная от академика там несколько раз тут. Косточки выросли. Ну, пока на одном есть морозобойные. Я целую грядку вырастил еще академиков. Третий год, и хоть бахны, никаких следов от мерзания. Это в Сибири. А у вас, Белоруссии, обижаете Анжелика? Давайте так. Значит, ничего делать не надо и по этой причине, что они и так в морозостойке. И вторая причина. Она следующая. Укрытые. Саженец быстрее сгниет, чем неукрытые. Дальше пойдем. Ой, какие интересные вопросы. Елена Платонова читала книгу «Объемья Конина. Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции». Вспомнила сразу вас. У вируса как растение горизонтальной эволюции. У вас все по науке. Да у меня-то по науке. А у науки-то не по науке. Так и все победили. А эти, я еще раз, я пытался понять. Вы все правильно говорите? У меня все по науке. Ну, по науке, по-настоящей. 30-50-е годы. Дикая война. Стенка на стенку. Победители, значит, в академиях, а проигравшие в тюрьмах. А потом наоборот. Все это было. В конечном счете была разгромлена, я считаю, более дальновидная, более перспективная Лосенковская, хотя он авантюрист, кто бы сказал, Лосенковская, Мичуринская наука. Вы можете сказать, что Мичурин был авантюристом? Вы можете сказать, его же использовали кто как хотел. Он что, виноват в том, что Мичурин, Мичурин? До того уже все, вот тут вот сидел, вот тут, вот тут. Ух, что это уже, этот Мичурин? Да что же это такое? А потом раз отменили, и победили заурядное, те самые, которые... Ведь они не могли сказать, ведь такие ингредиации существуют, потому что это по Мичурину. Отменив Мичурину, пришлось уже отменять ее, чтобы все забыли, что это такое. И так постепенно. А взамен какая наука? Сорт А плюс сорт Б. Вон осады, деградация. А пусть подпустишь, как это самое, как того, кобелька к породе с им суком, значит, результатов не получишь. Садовости, тот же принцип. Что, Мичурин не опорит, соль королевский? Что, как опорит? Это сила, это... Это самец, это... Понимаете? Натворили. Тридцать лет его, это самое, сливу. Посмотрел на эту фотографию, сливу. Да он, это... Кто-то ругал ко мне, к Латинкову. И вот у вас такие будут. Такой черт, и все это... С пустого порожня. А привычки нет. Меня, крупнейшие ученые, пока не подвергли уже этому, как назовение. Валерий Костянович, работайте с именами. Да мне что делать? У меня что, жизнь такая длинная? И вот получается, что у меня, да, у меня действительно есть настоящая наука. Она такая есть. Дерево создано идеальным, чтобы получилось конкретное дерево. Но я всегда уточняю. В конкретном месте, если груз длинный, корень стержневой, это значит, она жила чуть ли не в полупустынях. Ей на десятки метров, не обязательно до горизонта водяного, но чем ниже, тем сырее. Ей приходится до воды 50 метров. Но все равно сырая, земля, может быть, 20-10 метров. И она туда, корень, буровой станок, туда уходит. А ее взяли, пересадили. Она не хочет там жить. Она сгнивает там, где рядом вода. И наоборот. Яблоня сохнет, потому что у нее корень короче. Также абрикос со сливой. А это было одно целое. Абрикос со сливой было одно целое. Яблоня с грушей – это одно целое. Они родственники. Они даже опыляют где-то друг друга. Они заражают генетически. Я уже такие термины применяю, что наука должна уже падать в обморок. Заразить генетически. Я просто перевожу слово, которое я говорю. Я стараюсь делать простые слова. Понятно. Я говорю, заразить генами. А по науке это телегония. Кто знает слово телегония? Если кто-то из вас полезет, справа всех. Ты впервые узнаешь, что это такое. Это настоящая наука. А отменив Мичурин, отменив это самое. Было много полезного и от этого. Отменив и целую. Как там была? Помните Миронова? Конечно, помню. Конечно, читали. 300 ученых работали над видетьми гибридизации. Потом их всех 300 уволили. Говорят, а где вообще гибриды? А их нет. А догадаться, что гибрид не повторяется, он же в следующем поколении другой будет. Вот даже он же сам же, не то, что в следующем поколении. На этом же дереве будет другой. На этом же дереве. На другой год. На третий год. Все из них никогда. Ведь представляете, получил гибрид, получил вот это вот. Вы видели мои абрикосы? 117 грамм. А в Калининграде 130 грамм. 133 грамма. Тот же самый бай, который у меня был самый крупный, 80. Моя веточка. Я же ничего не выдумывал. Всё мы видели. Откуда у них это способность? Да она скрыта в этих самых. Там ДНК скрыта. Когда там были периоды райские, потом морозы, в райские морозы, то одичает, то опять вернётся в своё состояние. А мы в помощь привык ускорили это состояние. Да так ускорили, что в моём поколении, за моё при одной жизни всё это можно вернуть. Поздно. Ручка сдохла. Не положено. Помните, как они меня, эти самые? Они же не просто так, их же кто-то вбил в голову. У меня шикарное образование, говорит эта Наталья Медведева. А раз шикарно, значит, она... Это истинная последняя станция, чтобы вырастить дичок. А теперь, представь себе, получил железо в 120 грамм. Но не могу я с косточки сказать, что с косточки тоже будет 120 грамм. Это косточка, новый сорт, но в единственном числе. Особый геном, но он не повторится. Посади косточку, и получишь это самое дерево. А на нём даже на одном дереве. У меня на одном Маньчжорсе выросли все. У меня у этого самого, как он называется, Ваулина, учёного, который моисеянцы вырастил и добился успеха. Все разные. Вот косточки упали, все с одного дерева. Плоды все разные. Как можем получить новый сорт? Курдюма уже в отчаянии написал, столько пытался разобраться. Он умнейший мужик. Выпустите мерязевки, кстати. Учёный-агроном. Как он пытался разобраться? Железу упразднил понятие сорт. А ваше, господа учёные, 20 сортов этого. Антонов, я ни один на другой не похож. Апорт Алматинский. 20 сортов Апорт Алматинский. И все разные. Вспомните, Апорт Александра, Апорт Крово-Красный. И пошло-поехало. И не надо их сохранять. Да каждое дерево в саду. И эта личность. Как этот самый Гитер хотел этих самых, получить этих немелунгов, немелунгов, помните? Чтобы все были блондинами. Сам-то этот самый урод. Ну, чтобы они это... Чтобы были все блондинами. Двухметрового роста. Как когда-то эти самые Норвеги. Ну и что? Попробуй, закажи ребёнка. Он через 5-10 поколений может чёрным быть. Или цыганом, или этим самым. Чукси. И получается, что? Горизонтальная эволюция. У вас всё по науке. Да, Елена. У меня всё по науке. А это у них не по науке. Вот. Совершенно тупиковое направление. Вот это всё. С перекрестным опылением, специальным. С кастрацией, с презервативами. Вот. Получать новые сорта. Глупость какая. Самое главное, хотя бы уберечь. А то в водитель точеках яблонь 7 тысяч сортов. Открывай с другого. Яблонь 50 тысяч сортов. Кто их сосчитал? А уж как говорить про косточковые. Всё. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok